Всем привет мои дорогие друзья я рад вас приветствовать на моем новом ролике и хочу сразу же начать особого вступления я хочу поблагодарить нескольких определенных людей за то что они пришли на мой бустер и сделали платную подписку и это самое важное для меня вы меня таким образом даете особый тип мотивации тем самым говорят что мое хобби это не просто хобби а можно сказать работа а раз уж я работаю то обязаны все делать срок и в честь такого прекрасного настроения я выпускаю особо. Дополнительное видео тех кто меня поддержал спасибо вам ребята или же спасибо братайны 1 нами 10 2 Адам Вайспир 3 Житья 4 Андрей Калинин А ребята еще хотела сказать что если же вы есть в моем теле и джаре и м канале то пожалуйста напишите то что вы сбусти и будьте добры это я прошу чтобы напомнить так как со следующей недели я буду у вас спрашивать какие хотите чтобы фанфики я озвучил может быть у вас есть какие то такие особые фантики которые я еще не озвучила а сегодня я представляю вам новые фанфик которые даже нету расписания приятного просмотра Пролог Сколько историй о попаданцах я прочитал Несколько десятков Сотен Точно не уверен но я уж точно никогда не ожидал стать одним из них Справедливости ради вряд ли хоть кто-то всерьез ожидает внезапно оказаться в другом мире Однако со мной приключилось именно это Я не плавал в бесконечной пустоте среди миллиардов других душ не был в аду или раю и не встречался с богами Просто проснувшись однажды я был охвачен странным чувством С одной стороны я был в совершенно незнакомой комнате не имея ни малейшего понятия как я здесь оказался а с другой все было именно так как и должно быть Воспоминания о двух совершенно разных жизнях накладывались друг на друга образуя кашу разобраться в которой было той еще задачкой Мысли тоже путались Мозг словно не мог решить на каком языке ему стоит думать Русские и английские слова словно скакали по черепной коробке вызывая адскую боль Не знаю сколько времени у меня ушло на то чтобы привести содержимое своей бедной черепушки хотя бы в относительный порядок Головная боль никуда не ушла, но мысли и воспоминания хоть немного устаканились Две разные жизни Два разных человека Русский студент и американский школьник Теперь мы имели одно тело на двоих Гадать как именно это случилось было бессмысленно Высшие силы, если допустить их вмешательство, не сочли своим долгом поговорить со мной и объяснить, что им от меня нужно Помотав головой, я отогнал от себя эти мысли Рассуждать о богах, демонах и ктулху, что меня сюда засунули можно было бесконечно, но без всякого результата Возможно, через пару часов, я проснусь в своей постели даже не помня, что мне приснился настолько реалистичный сон А если нет, то раздумывая над вопросами ответы на которые я возможно никогда и не получу, я точно ничего дельного не добьюсь Проблемы надо решать по мере поступления А сейчас, единственная проблема которую я способен решить, это моя головная боль, которая и не думала утихать Надо сходить к аптечке и уже потом думать о том, что делать и как дальше жить Стоило подумать об аптечке, как она тут же оказалась перед моим лицом И нет, мне ее никто не приносил и она не прилетела ко мне как по волшебству Это я прилетел к ней как по волшебству Точнее переместился Вот я лежу в кровати и пялюсь в потолок и вот я в ванной, где и хранилась аптечка От такой неожиданности я неуклюже плюхнулся на задницу, прямо на холодный кафель Глупо хлопая глазами и пытаясь хоть как-то уместить в голове события сегодняшнего утра Поднявшись, я все же выпил злосчастную таблетку обезболивающего и запил ее водой из-под крана Решив проверить, что это было за внезапное перемещение, я сосредоточился на спальне И получилось Кухня, гостиная, ванна, снова спальня, я перемещался по дому будто всю жизнь так умел Благо дома я был один После очередного прыжка я оказался на кухне и обессиленно рухнул на стул Слишком уж много впечатлений, новый мир, суперспособности Впрочем, для Сэмюэля Уэйта, изначального владельца этого тела, суперспособности не являлись чем-то особенно удивительным Сам он ими никогда не обладал, но о существовании мутантов, обладающих сверхспособностями, широкой общественности было известно еще с 80-х годов А в последнее время, на улицах Нью-Йорка, да и других крупных городах, начали появляться как герои так и злодеи, обладающие сверхсилами, или технологиями, которые от этих сил не сильно отставали Пробегаясь по воспоминаниям Сэма я понял, что попал в Марвел Даже как-то стыдно, что мне потребовалось для этого столько времени, но я списываю это на шок Доказательств было уйма Мутанты, со страниц учебников истории улыбалась фотография красивой блондинки, которую все знали как Капитана Америку, и только глухой и слепой не знала компании, Старк Индастрис Сам же Сэм Уайт был довольно типичным парнем для этого мира Но это сильно отличалось от того, какими я привык видеть парней Парни в этом мире считались слабым полом Более того, их было значительно меньше, чем женщин По последним подсчетам соотношение было где-то 1 к 5 Поэтому, у местных мужчин было множество привилегий Многоженство было официально разрешено и даже поощрялось За рождение мальчика семье предлагалось вполне приличное пособие И, самое главное, женщины Вернее отношение женщин к мужчинам Практически во всем мире процветал настоящий культ брака Женщин учили оберегать мужчин, обеспечивать и всячески заботиться Конкуренция за них была жуткая По статистике большинство мужчин предпочитали иметь 3-4 жены Получалось, что каждая пятая девушка оставалась одинокой А сами мужчины наглели Изнеженные с самого рождения и привыкшие получать все самое лучшее Не прилагая никаких усилий, большинство из них сложно было назвать не то, что мужиками Они на людей то не особо тянули Чего стоило только местное движение из-за равноправия полов, наподобие наших феминисток Равноправием в их борьбе не пахло от слова совсем Озверевшие от вседозволенности пытались выбить еще больше привилегий для своего пола Сэм же не был особенно плохим Он тоже был порядком из балован, но все же видел какие-то границы в своих действиях Школу он посещал в лучшем случае раз в месяц Просто не видел в ней смысла Зачем? Главное найти жен побогаче и жизнь можно считать устроенной Не считая этого, он вел себя вполне прилично Не качал права по любому поводу, был довольно вежлив, особенно для подростка И не относился к собственной матери как к прислуге и ходячему кошельку Золото, а не мальчик по местным меркам Семья же Уайтов состояла только из самого Сэма и его матери Отца не было, Аманда Уайт ходила в банк спермы Были еще многочисленные тети, бабушки и дедушка по материнской линии, но они появлялись редко Жили же они вполне неплохо В весьма неплохом двухэтажном домике в Квинсе В прошлой жизни я о таком мог только мечтать Аманда занимала неплохую должность в приличной компании и вполне могла обеспечить и себя и сына Со вздохом я поднялся со стула Вроде бы и неплохо устроился, но мне не понутру та жизнь, что запланировал для себя Сэм Не хочу быть нахлебником С завтрашнего дня нужно начать ходить в школу Благо, я сам всегда учился хорошо и школьная программа мне не должна доставить хлопот, так что, я еще должен успеть исправить то, что Уайт наворотил со своей успеваемостью А пока стоит заглянуть в интернет Раз уж я в Марвел, то стоит сориентироваться по временной шкале, а то вдруг завтра Читаури мне на голову упадут Посещение всемирной паутины немного успокоило О капитане Америки никаких вестей, в Мексике тоже все тихо, значит Тор, все еще в Асгарде, а вот Антонио Старк уже на этой неделе отправится в Афганистан для презентации военным нового вооружения Что это за вооружение не сообщалось, но я мог догадываться, что речь идет о ракетах, и Эрихон, а значит скоро все начнется Я еще не был уверен, что мне со всем этим делать Я не про грядущее похищение Старк, а вообще Стоит ли мне становиться супергероем и пытаться повлиять на грядущие события С одной стороны, мои силы не такие уж и грозные, одной меткой пули будет достаточно, чтобы оборвать и мою карьеру героя, и мою жизнь, а с другой, способность идеальная для Ассасина Иногда, кинжал может сделать куда больше, чем меч Если у меня будет возможность помочь остановить Таноса, или хотя бы отговорить Старка от создания Альтрона, то это будет стоить риска Мне теперь жить в этом мире, не хотелось бы, чтобы он накрылся медным тазом Закрываю браузер и встаю из-за стола Такие вопросы сходу решать нельзя Я еще даже пределов своих сил не знаю Нужно все же немного прочистить голову Занятие у меня как раз есть Каким бы Сэм ни был лентяем к своим мужским, в его понимании, обязанностям он относился серьезно Дома всегда было чисто, белье и одежда выстираны, а по возвращению с работы маму всегда ждал горячий ужин Для ужина еще рано, а вот заняться уборкой и стиркой не помешает Такая рутинная работа неплохо отвлекает от самокопаний, а именно это мне сейчас и нужно Звездочка, звездочка, звездочка Сынок, у тебя все хорошо Уборка заняла довольно много времени Убрать двухэтажный дом в одиночку, задача не самая легкая Провозился до обеда, но кусок не лез в горло и я снова погрузился в раздумие Лазал по интернету в попытках получить больше информации, но особых результатов не добился Узнал, что некоторые герои и злодей уже действуют на территории города Некоторые были мне знакомы, о некоторых я слышал впервые Никогда не мог похвастаться экспертными знаниями по вселенной Марвел А сейчас был ужин, который я не забыл приготовить Аманда вернулась с работы и мы сели за стол Мой пришибленный вид не заметил бы только слепой, а уж для любящей матери это было очевидно вдвойне Называть чужую женщину мамой было немного странно, но я не хотел ее расстраивать Сын был для нее всем и раз уж я занял его место, то мог хотя бы исполнить эту роль хорошо Не называть же мне ее по имени, или, не дай бог миссис Уайд, бедную женщину инфаркт хватит Все в порядке, ответил я, раздумывая, какой ответ ее успокоит, просто много мыслей в голове Каких же? В глазах Аманды был живой интерес и только беспокойство Ну, этот год у нас выпускной, всего полгода осталось Думаю, что делать дальше со своей жизнью Может, стоит взяться за учебу и поступить куда-нибудь, тут я не лукавил При всех моих сомнениях, я твердо решил, что получу нормальное образование и не превращусь в местного мужика Конечно, Сэмми, это же замечательно, у мамы аж глаза от восторга заблестели, она подалась вперед и взяла меня за руку, у тебя обязательно получится Надо сказать, что ей не очень нравился затворнический образ жизни сына Она, конечно, понимала, что по сути он прав Родившись мужчиной, он уже гарантировал себе хорошую жизнь, но все же ей хотелось, чтобы Сэм стремился к чему-то большему Однако, она не находила в себе сил заставить его что-то делать Слишком его любила, чтобы проявить достаточную твердость Думаешь? Я скептично вздернул бровь Не то чтобы я в себя не верил, мне скорее было интересно, почему она в меня верит Сэм никогда не демонстрировал особых талантов к учебе Уверена Ты очень умный мальчик, если ты попытаешься, то наверняка преуспеешь И я помогу Если нужно, мы можем нанять репетитора и деньги, чтобы оплатить поступление в колледж тоже есть Я на это мог только улыбнуться Ну да, нужны ли любящей матери причины, чтобы верить в свое дитя Даже как-то неловко, что любовь и забота, которые она буквально излучает, предназначены не мне А не мне ли? У меня есть все воспоминания Сэма о это и я даже не могу сказать наверняка попал ли я в его тело, или сам Сэм вспомнил во сне прошлую жизнь Ай, бесполезно об этом думать Просто еще один вопрос без ответа В частных школах они вообще могли останавливаться у дома каждого ученика, но это не наш случай Я прибыл одним из последних, когда большинство учеников уже росилось и автобус собирался тронуться Идя по салону, я рассеянно отвечал на приветствия и подкалки в духе, смотрите кто снизошел до посещения школы Мне еще предстояло привыкнуть к новому имени А сейчас обращение, Сэм, вызывало легкий диссонанс Вроде бы мое имя, а вроде и нет Приметив пару свободных мест в заднем ряду, я уселся и тут же стал свидетелем довольно неприятной картины Буквально в самый последний момент, в салон заскочила запыхавшаяся Пенелла Папаркер Да, местная версия знаменитого красно-синего героя училась со мной в одном классе Героиней, впрочем, она пока не была Во всяком случае, в интернете о ее делах никаких разговоров не было О происходящее в автобусе очень напоминало сцену из фильма с Тоби Магойером Группа хулиганов не давала бедной девушке занять место и отпуская в ее сторону едкие комментарии Странно, Томпсон в автобусе не было Королева местной гопоты приезжала в школу на своем дорогущем кабриолете Возможно, ее подпевал и решили проявить инициативу Вот смотрю я на Паркер и не понимаю, чего они к ней пристали Вполне милая девушка Лицо приятное, даже красивое Одежда пусть и не самая дорогая, но все же чистая и опрятная Хотя о чем это я? Тут ведь дело вовсе не в причинах, а в самом процессе Недостаточно модная ковточка, или ношение очков вполне могут быть достойным поводом для издевательств в глазах хулиганов Кстати, очков на ней больше не было Да и в целом девушка выглядела куда более стройной и подтянутой, чем помнил сын Могло ли это значить, что знаменательная экскурсия уже прошла и Пенелопу цапнул паучок? Скорее всего, да А жаль, попробовать получить паучьи силы самому было довольно соблазнительно В любом случае, принимать участие в происходящем цирке у меня не было никакого желания Падай, как только девушка подошла ближе, я приглашающе махнул рукой на свободное сидение рядом со мной Спасибо, Пенелопа не смело улыбнулась и села на предложенное место Ей явно было неловко и я понимаю почему Издевательство, это всегда погано, а когда тебя унижают на глазах прекрасного пола, это еще хуже Пусть и понятия о прекрасном поле у нас с ней разные Пообщаться с будущей героиней было интересно, но пока я примерялся как бы половче начать с ней диалог, она заговорила сама Слушай Да Я постарался улыбнуться и звучать поприветливее, девушка явно нервничала Габриэла с тобой не связывалась Да, это был любопытный факт из биографии нашего мальчика Учитывая его взгляды на жизнь, было бы удивительно, если бы он обошел своим вниманием наследницу, Аскорб И, надо сказать, сработал он отлично Как парням в моем родном мире, так и девушкам в этом, было не слишком то приятно, когда на них смотрели исключительно как на говорящий кошелек Здесь многие смирились с таким положением дел, но это не значило, что им не хотелось более искренних отношений Этим Сэм и воспользовался, разыграв карту большой и чистой любви Не выпрашивал подарков, не намекал на ужин в роскошном ресторане, а всячески показывал, что ему интересно именно Габриэла, а не ее деньги Такая, казалось бы, простая тактика сработала просто отлично Вскоре, Осборн уже сама готова была завалить своего парня деньгами Дорогущий смартфон, лежащий в моем кармане, был как раз одним из ее подарков Однако, их отношениям не суждено было продлиться долго В скором времени, Габриэла уехала в Европу, чтобы продолжить обучение там Я подозреваю, что дело не столько в обучении, сколько в семейной болячке Осборнов Конечно, я могу ошибаться, не слишком хорошо помню историю этой семьи Ох, надеюсь, любовные похождения мистера Уэта не выйдут мне боком Только Яндери на глайдере мне не хватало Паркер же хоть и была лучшей подругой Габриэлы, Сэм с ней особо не контактировал Он никогда не участвовал в издевательствах над ней, а для позитивного интереса девушка кошельком не вышла Однако, необходимую вежливость парень всегда соблюдал Он твердо знал, что если хочешь нравиться богатой девушке, то будь хоть немного милым с ее более бедной подругой Такой, казалось бы, очевидный факт не был известен многим местным парням, что еще больше подняла Сэма в глаза Хосборн Пенни, после отъезда подруги, пыталась поддержать общение, но во-первых, после отъезда Габриэлы, Сэм окончательно потерял мотивацию ходить в школу Во-вторых, не был заинтересован, не посылал ее прямым текстом, но был довольно равнодушен А в-третьих, Паркер была не слишком хороша в общении, пока подруга была рядом она еще как-то держалась, но оставшись с Оэтом наедине совсем плыла То не могла и двух слов связать, то начинала тараторить что-то совершенно несвязное Подозреваю, что она была далеко не равнодушна к Сэму Благо в этом мире чувства к парню подруги не являются чем-то зазорным и доставляющим проблемы Наоборот, девушки часто объединяются и ищут себе мужчину вместе Нет, с тех пор как уехала от нее не словечко А с тобой Паркер в ответ только грустно помотала головой Ей явно очень не хватает подруги Друзей, кроме Габриэлы, у нее не было, так что неудивительно, что ей одиноко Было что-нибудь интересное пока меня не было Спросил я скорее пытаясь отвлечь ее от грустных мыслей, чем из реального интереса Да ничего вроде Ой, ты же экскурсию пропустил Дальше Пенни то ли обрадовавшись тому, что я пошел на контакт, то ли перенервничав из-за этого же, начало торопливо и сбивчиво рассказывать о той самой экскурсии Я едва успевал за ее полетом мысли, но, надо сказать, выглядела она при этом довольно мило И чего со мной своротил Очаровашка же Помимо умиления, я выделил для себя кое-что интересное Экскурсия значит все же прошла Прощай, паучок дарующий крутые силы, мы не были знакомы, но мне будет тебя не хватать В таком темпе мы и доехали до школы К концу поездки Пенни все же смогла взять себя в руки и мы общались уже нормально Звездочка, звездочка, звездочка Что можно сказать о школе? Школа как школа Во многих мелочах она отличалась от того, к чему я привык в России, но суть оставалась та же, сиди и получай знания Из удивительного можно было выделить только абсолютное равнодушие учителей к посещаемости Сыма Попустительство по отношению к мужчинам и их поведению в этом мире не перестает меня удивлять Пенни Утро начиналось откровенно ужасно Эти гадины решили начать ее доставать прямо в автобусе, да еще и перед Сымом Это судьба, что каждый раз когда он решает появиться в школе она должна предстать в его глазах как можно более жалкой Однако, все было не так плохо Он сам предложил ей сесть рядом и им даже удалось пообщаться Поначалу она опять разволновалась и начала тараторить, но в конце концов взяла себя в руки и начала говорить нормально Сэм выглядел так, будто искренне наслаждался их беседой и это вселило в нее немного уверенности Сэм Уайт давно ей нравился Еще с тех пор как их познакомила Габриэла Он очень выгодно отличался от остальных парней Другие даже не пытались скрыть своего меркантильного интереса Доходило до того, что некоторые, особо наглые и самоуверенные, давали Осборн разрешение осыпать себя деньгами и подарками Конечно не прямым текстом, но суть сводилась к этому Это нормально когда девушка обеспечивает парня и дарит ему подарки, но как можно видеть вместо человека толстую пачку банкнот Сэм же был совершенно другим Она до сих пор помнила как Габриэла с блестящими глазами рассказывала как вместо того, чтобы запросить свидание в дорогущем ресторане, он просто предложил прогуляться по центральному парку Немеркантильный, всегда вежливый, добавить это к тому, что он легко мог считаться самым красивым парнем в классе, если не во всей школе И как в такого не влюбиться? Она рассказала о своих чувствах Габриэли и та, будучи замечательной подругой, пообещала попробовать свести их с Сэмом, но не успела Отъезд в Европу свалился как снег на голову Осборн уехала не успев толком ничего объяснить, а Сэм, казалось, замкнулся в себе и почти перестал появляться в школе Не помогали и ее ужасные социальные навыки В те редкие случаи, когда он все-таки появлялся на занятиях, она никак не могла поговорить с ним не выставив себя дурой А потом случилась экскурсия Укус паука, которому она изначально не придала большого значения, страшный голод заставивший ее опустошить холодильник и она проснулась другой Сначала она была в замешательстве, почему все такое мутное в таких привычных очках И только сняв их она поняла, что больше в них не нуждается А потом она взглянула в зеркало и замерла За одну ночь тощая ботанка куда-то испарилась На ее месте была стройная, красивая девушка Никаких особо радикальных изменений, просто немного мышц, более гладкая и чистая кожа, и ее уже не узнать Все ее тело казалось просто стало более совершенным Тогда она потратила очень много времени любуясь собой в зеркале А потом она обнаружила и супер силы Возможность карабкаться по стенам, как самый настоящий паук, и при чувстве опасности Поначалу, что с ними делать она решительно не знала Одна ее часть хотела сделать себе костюм и выйти на улицы, чтобы помочь людям, как это сделали другие получившие супер силы Однако, какая-то слабая ее часть, та что близко с сердцу приняла из девки хулиганок, все твердила, что неудачница вроде нее никак не сможет стать героем Но она все же решила попытаться, костюм уже был почти готов Было еще одно дело, никак не связанное с супер силами, но тоже потребовавшее от нее борьбе с своим гадким, слабым, я Пригласить, наконец, на свидание парня, по которому она сохнет столько времени Она дала себе обещание, что сделает это, как только он снова придет в школу и вот этот день настал Все уроки она просидела, как на иголках Головой она понимала, что Сэм добрый парень и в случае отказа не станет над ней насмехаться Но это не мешало воображению рисовать все более и более страшные картины грядущего позора Прозвенел звонок и со своего места она поднялась с видом человека, собирающегося взойти на эшафот Подавив все трусливые мысли об отступлении и сделав несколько глубоких вздохов, Пинни направилась прямо к объекту своего страха Сэм, мы можем поговорить Наедине, я имею в виду, каким-то чудом ей удалось сказать это ровно Уайт удивленно вскинул брови вверх, но тут же улыбнулся и кивнул Види Когда они уходили их сопровождали шепотки еще не успевших уйти одноклассников Кажется она поторопилась решив, что говорила ровно Ее голос явно звучал достаточно громко, чтобы тот факт, что Пинелопа Паркер пригласила Сэмюэля Уайта на приватный разговор, стал достоянием общественности Все могло начаться еще хуже Не хватало еще ненароком приклеиться рукой к его одежде с помощью своих сил и порвать ее, как случилось с любимой ковточкой тетушки Пинни Было очень неловко Они отошли в тихий уголок Сэм стоял и по-доброму улыбался, словно поощряя ее говорить и она наконец решилась Сэм ты не хотел бы сходить со мной куда-нибудь Ну, я имею в виду, вместе Как свидание Ну то есть, я хочу сказать, что ты мне очень нравишься и уже давно Ну я как бы, то есть Пинни Окликнул ее Сэм, обрывая поток совсем уж без связных слов Провал Худшее приглашение на свидание из всех возможных Кто хочет свидание с дурой, что двух слов связать не может К шести мне нужно быть дома, чтобы приготовить ужин, но до тех пор я свободен, как ни в чем не бывало Продолжил Уайт, разом выветрив все мысли из ее головы Погоди, это значит Она не могла поверить своим ушам Я согласен, Пинни, пошли на свидание Каких усилий ей стоило не выкинуть кулак в воздух с каким-нибудь странным боевым кличем Выкуси ты, хулиганки Выкуси, ее трусливые, я Выкуси весь мир Пинелла Папаркер идет на свидание Свидание не было особо оригинальным, но этого и не требовалось Мы немного прогулялись Интересно было посмотреть на Нью-Йорк своими глазами, а не через воспоминания Сэма Впрочем, неоригинальность свидания, похоже, не беспокоила только меня Пинни явно нервничала из-за того, что не смогла придумать ничего лучше банальной прогулки Судя по всему, приглашение было довольно спонтанным Думаю, что даже если она планировала пригласить меня заранее, то не ожидала положительного ответа, а если и ожидала, то большую часть времени потратила на борьбу с собственной неуверенностью, чем на составление конкретного плана Я же всем своим видом старался показать, что происходящее меня более чем устраивает Ты перестала носить очки Интересуюсь скорее желая вытащить ее из пучины самокопания, ответ то я знаю почти наверняка А Да, старые снова разбились и я решила попробовать линзы, Паркер ответила с небольшой запинкой, явно выдумала оправдание на ходу Снова разбились Сейчас конечно дело не в этом, но причина разбитых очков у Пенни всегда была одна, Томпсон Хулиганке видимо казалось очень забавным оставить девушку страдающую от близорукости практически слепой С этим буллингом надо что-то делать Однако, действовать нужно осторожно, не стоит забывать где я нахожусь Если я слишком откровенно вступлюсь за Паркер, то это только унизит ее и окончательно убьет зачатки уверенности в себе К слову, несмотря на то, что у Томпсон денег явно было немало, Сэм ей никогда не интересовался Это было полностью заслугой Аманды Несмотря на свой мягкий подход к воспитанию, она все же смогла привить сыну правильное отношение к такому поведению Хмм, немного жаль, я хитро прищурился и окинул девушку взглядом В них ты была еще милее С спасибо Такой, казалось бы, незатейливый комплимент подействовал на Пенни даже слишком хорошо, она заолила как мака в цвет и забегала глазами по округе, словно ища место где можно укрыться от смущения, а, кафе Давай зайдем Я только тихонько посмеивался над калейдоскопом эмоций промелькнувшим на ее лице Все же она очаровательна Я последовал за еще больше смутившейся девушкой в кафе Заведение, хоть и было выбрано случайно, оказалось довольно приятным Чисто, светло и просторно Я не слишком привередлив, но всегда приятнее есть в опрятном месте, чем в пропахшей дешевой выпивкой забегаловке Свободных столиков было несколько и, когда мы заняли один из них, я заметил неподалеку группу девушек из нашей школы, которые посматривали на нас с удивлением Недоверием и завистью Если Пенни недостаточно дала понять, что между нами что-то происходит довольно громко вызвав меня на разговор, то теперь слухи точно поползут Надо быть повнимательнее Болтовня школьников меня нисколько не смущает, но мало ли кто решит, что Ботанка Паркер много на себя берет Надо сказать, что с посещением таких заведений была маленькая проблема Оплата Никогда за меня не платила девушка, а в этом мире было принято именно так Тут даже аналогию с нашим сложно привести Ведь если у нас, в некоторых странах, было вполне нормально платить пополам, или даже позволить девушке полностью закрыть счет, то здесь такого и в помине не было Женщина платит за мужчину и точка Мне было бы ужасно неловко позволить Пенни заплатить за нас Особенно, учитывая тот факт, что мое финансовое положение явно лучше Однако, если я заплачу за себя, или, не дай бог, за нас обоих, то неловко будет уже ей Неуверенная в себе девушка запросто может принять это как знак того, что я отвергаю ее ухаживание И как тут быть? Скрепя сердце решил оставить вопрос оплаты ей Я как-нибудь переживу, а вот ей сейчас важно, чтобы все прошло как можно более гладко Когда официантка, что была уж чересчур приветлива со мной, принесла наши заказы и удалилась, не забыв напоследок стрельнуть в меня глазками, Пенни заговорила на довольно неожиданную тему Слушай, а как ты относишься к супергероям? Интересный вопрос Она просто любопытствует, или пытается решить что-то для себя В любом случае, нужно внимательно подбирать слова Вряд ли я конечно заставлю ее передумать становиться героиней одной неосторожной фразой, но всегда лучше перебдеть Человек-паук, очень важный персонаж для вселенной Марвел и без него все может стать очень плохо Вполне нормально, а почему ты спрашиваешь? Ну, понимаешь, Пенни поерзала на стуле и неловко покатала стаканчик с кофе ладонями Я просто недавно читала об этом в интернете и многие говорят, что с появлением супергероев появились и суперзлоды и стало только хуже А что было раньше, курица или яйцо? Теперь я был уверен, что Паркер спрашивает о себе и решил ее подбодрить Вопрос, появились ли злодеи из-за героев, это полемика, которая ни к чему не приведет Факт в том, что по всему миру начали появляться люди со сверхсилами и у полиции, даже у военных, далеко не всегда есть силы и средства, чтобы их остановить, если они решат использовать свои способности во зло Конечно можно рассуждать о том, что человек в маске не будет нести ответственность за свои действия в случае ошибки, но это уже вопрос регуляции, а не необходимости наличия Я выдохнул и отпил кофе Мотивирующие речи, не самая сильная моя сторона, но, судя по повеселившему лицу Пенни, получилось у меня неплохо Ты прав, я наверное слишком много думаю об этих комментариях Иногда, люди поражают меня своим цинизмом Хих, дай угадаю, всех все равно не спасти, ничего не поменялось, и так далее, и в таком духе Я их тоже видел, но суть в том, что подобный взгляд на вещи длится ровно до тех пор, пока кто-нибудь из них не окажется в темном переулке один на один с какой-то отмороженной с ножом Тогда горе-комментатор будет прыгать от радости, если, фрик в костюме, придет ему на помощь Паркер явно понравилась моя точка зрения Если улыбка и сияющие глаза являются показателем Мы просидели в кафе где-то час Болтали и о супергероях, и о фильмах, и о куче разных мелочей В целом, мне понравилось время проведенное с девушкой, а слова, сказанные ей, заставили задуматься и меня самого Как приду домой, нужно будет еще раз хорошенько подумать, что я собираюсь делать со своими силами Время близилось к шести и я засобирался домой Разумеется, Пенни, как это было здесь принято, проводила меня Ты придешь завтра в школу? Неуверенно спросила Паркер Приду Судя по покрасневшему лицу, она приняла это на свой счет Ну, разубеждать ее я не собираюсь Пусть порадуется Если будет считать, что любовь к ней наставила хронического прогульщика на путь истинный То это может положительно сказаться на ее самооценке Вроде бы пора было прощаться, но мы оба просто замерли друг напротив друга Я не эксперт и мысли читать не умею, но думаю, что она хочет получить прощальный поцелуй Только никак не может решиться, так что беру дело в свои руки Наклоняюсь к ней и захватываю ее губы своими Поцелуй длился недолго, всего пару секунд, но и этого хватило, чтобы лицо Паркер достигло нового оттенка красноты Это за то, что ты была такой идеальной леди С улыбкой говорю я и отступаю к входной двери До завтра, Пенни Да до завтра, заторможенно донеслось мне в спину Уже через дверной глазок я подсмотрел, как она удивленно коснулась пальцами собственных губ Словно не веря в то, что случилось Затем, на ее лицо наползла искренняя, радостная улыбка и она со странным кличем вскинула кулак в воздух Очаровашка Посмеиваясь, я отправился переодеваться и готовить ужин В прошлом я мог готовить только на уровне, отварить пельмени, да пожарить яичницу, но навыки Сэма были куда более разнообразны Также мои мысли не могли не вернуться к разговору в кафе По сути, я своими словами попытался толкнуть Пенни на путь героя Было бы довольно лицемерно сказать девушке, ты спаси мир, а я вот тут постою Как какой-то НПС из игры, честное слово Мне очень понравилась Пенелопа, а Аманда, замечательная женщина Не скажу, что воспылал к ним безграничной любовью, но определенная симпатия у меня к ним есть Еще неизвестно со сколькими людьми я сближусь пока буду жить здесь, но я точно знаю, что одна фиолетовая громадина попытается с ними сделать Терять своих близких на пять лет, или самому кануть в небытие на этот же срок мне как-то не улыбалось, а значит следовало взять себя в руки и попытаться это предотвратить Конечно бросаться с места в карьер я не собирался Нужно было сперва заняться своей физической формой Сэм-спортом не интересовался от слова совсем, даже на уроках физкультуры уже года два не появлялся Однако, с секциями боевых искусств стоило быть поосторожней, еще не хватало на вербовочный пункт руки угодить Также стоило поговорить об этом с Пенни Плодить тайны там где их можно избежать, это плохая идея Думаю, если я расскажу ей о своих силах, она ответит мне тем же Действовать парой всяко безопасней Прям супергеройская команда намечается, пусть и из двух человек Будет весело, или мы просто словим по пули Одно из двух Подготовка шла полным ходом Пенни, узнав о моих силах и желании стать супергероем, металась между двумя чувствами С одной стороны, ей явно понравилась идея супергеройской команды, а с другой, она явно хотела, чтоб я оставался в безопасности Но не принято здесь, чтобы мужчины рисковали собой Редкие исключения лишь подтверждали правила Однако, она достаточно уважала мое мнение и не настаивала на втором варианте С практикой боевых искусств возникли некоторые сложности Найти клуб, занимающийся обучением мужчин, было той еще задачкой Такие виды деятельности не пользовались популярностью у местных парней Зато было полно секций фитнеса, гимнастики, йоги и фигурного катания Первые два варианта может и неплохие, но не совсем то, что мне сейчас нужно Удалось найти секцию кикбоксинга Довольно далеко от дома, да и цены здесь кусались, особенно с учетом того, что я хотел себе персонального тренера, но на своей безопасности я экономить не собирался Слушай Красивая, подтянутая афроамериканка, должна стать моим личным тренером, задумчиво пожевала губы, явно пытаясь подобрать слова, чтобы меня не обидеть, а ты уверен, что тебе это нужно Уверен, спокойно кивнул я в ответ Ее скепсис неудивителен Выглядел я как типично изнеженный мальчик Худенький, с красивым, женственным лицом, на котором не было ни малейших признаков растительности Кари идеально прямых черных волос со стильно выкрашенной в седой цвет прядью и явно дорогая одежда лишь дополняли картину Да и зная поводки местных мужчин, с уверенностью могу сказать, что натерпелась она от них порядком Так что на ее мягкую попытку меня отводить я не обиделся Роза Уильямс, так она представилась, вздохнула, хоть и попыталась это скрыть, и поманила меня за собой в зал Я был уже переодет так, что от начала занятий нас ничего не останавливало Я же, следуя за ней, понимал, что занятия будут тяжелыми по многим причинам Ее спортивные шорты больше походили на трусы и обнажали большую часть ее задницы Стопом была другая история Он был достаточно закрытым и плотным, чтобы держать ее грудь на месте, но облегал настолько плотно, что простора для фантазии не оставлял совершенно И так были одеты почти все из присутствующих в зале женщин И как мне заниматься в таких условиях? Я не возражаю против услады для глаз, но я пришел сюда привести себя в форму, а пока в форму приходит кое-что другое Хорошо хоть пенни со мной не было Ее улучшенное тело в таком наряде было бы убийственным Мы, конечно, хотели выбрать одну секцию, но все, куда принимали парни, оказались ей не по карману, чего она безумно стеснялась Больших трудов стоило убедить ее не расстраиваться по этому поводу и я не уверен, что удалось до конца Само занятие не было особенно примечательным Мы сделали разминку, потом перешли к отработке ударов Роза была приятно удивлена, увидев, что я знаю, как правильно бить А вот отработка ударов ногами была куда менее впечатляющей В прошлой жизни я занимался боксом, так что кулаками махать более-менее умел, а вот нормальной работе ногами обучен не был Тренера это не смутило Она раз за разом терпеливо поправляла меня и объяснила, что я делаю не так В целом, ее отношение ко мне немного изменилось за время занятия Поначалу Роза была максимально сдержанной, явно стараясь не спровоцировать истерику Но когда поняла, что я не собираюсь найти жаловаться, стало со мной пожестче К концу занятия я был совершенно обессилен, мокрые от пота волосы неприятно прилипли к лицу И я не могу сказать, что был собой доволен Физическая форма этого тела оказалась даже хуже, чем я думал Работы предстояло много Ну, Сэм, уверенно могу сказать, что ты справился лучше большинства парней, что сюда приходят, сказала Роза После того, как я принял душ и переоделся, вот, это твоя диета, если хочешь набрать массу, то советую ее придерживаться Спасибо, тренер, благодарно улыбнувшись, я принял протянутый листок Однако, только боевыми искусствами я не ограничился Пару раз посетил Тир Становиться профессиональным стрелком и использовать огнестрельное оружие как основное я не собирался Убивать во время своей супергеройской деятельности, это верный путь к тому, чтобы оказаться в розыске, а такая заноза в заднице мне была не нужна Но все же нельзя было предсказать наверняка как сложатся обстоятельства, поэтому я посчитал необходимым хотя бы убедиться, что не прострелю себе колено, если уж придется стрелять Основным оружием для нас занялась Пенни Маленький гений не только создала веб-шутеры и паутину к ним, но еще и сделала для меня наручные шокеры, наподобие тех, что были у черной вдовы Эта девушка просто пугающе умна и талантлива Когда ты видишь как на экране Питер Паркер в кустарных условиях создает уникальный химический состав и устройство для его использования это воспринимается как-то проще Супергеройский фильм, что тут еще сказать? А вот видеть как такое происходит в реальности куда более поразительно Веб-шутеры Пенни сделала и для меня Летать на них я не мог, так как не был таким крепким как Паркер и вывихнул бы себе плечевые суставы куда раньше чем успел насладиться полетом, но и без этого оружие было очень грозным А вот над костюмом я долго не думал Вышел откровенный косплей на Карватена, только маску я постарался сделать не такой жуткой, не хотелось, чтобы меня приняли за суперзлодея Идеально было бы найти что-нибудь покрепче, вроде костюма сорвиголовы способного выдержать выстрел в голову, но я понятия не имел где найти подходящую ткань Так что ограничился легким бронежилетом надетым под костюм, благо купить его проблемы никакой не составило Работали мы в комнате Пенни Девушка раньше занималась починкой старых компьютеров и всякой бытовой техники, так что в ее комнате всегда хватало всяких плат, микросхем и проводов Мы могли закопать во всем этом хламе космолеты никто бы не заметил, не говоря уже о нашем супергеройском барахле Сейчас мы просто отдыхали на диване в ее гостиной Наша подготовка длилась уже несколько недель и они выдались довольно насыщенными Так что приятно было расслабиться в объятиях своей девушки Пенни жила практически одна в доме своей тети Та, большую часть времени проводила со своим мужем в доме его первой жены, но и про племянницу не забывала Регулярно навещала, интересовалась проблемами и поддерживала финансово, несмотря на то, что большую часть денег, как это здесь принято, тратила на содержание своего мужа Как думаешь, мы готовы? Нервно спросила Пенни, оторвав взгляд от экрана Насколько возможно, честно ответил я, встречаясь с ней глазами Я не лукавил В боевых искусствах у меня уже были первые успехи Паркер вообще довольно быстро стала лучшей в своей секции Паучье чутье, улучшенная сила и рефлексы делали ее недосягаемой для обычных людей При том, что в зале она сдерживалась, чтобы никого не покалечить По крайней мере, я больше не задыхался и не покрывался потом десяток минут поколотив грушу Наше оружие было проверено и перепроверено Костюмы готовы, маленькая портативная аптечка куплена, методичка по оказанию первой помощи вызубрена наизусть Наши способности и их пределы, изучены насколько это возможно На этих выходных, продолжил я стараясь звучать уверенно Ты уверен? Обеспокоенно спросила девушка Нет, она не трусила Скорее всего, если бы не я и мое желание быть ко всему готовым Она уже рассыкала бы по городу на паутине и ловила преступников Мне было немного неловко, что я ее замедляю Особенно, учитывая, что все наше снаряжение сделала она Только костюм я шил сам Однако, ей было неловко из-за того, что большую часть расходов взял на себя я Уверен, я же не предлагаю кидаться сразу на сильнейших суперзлодеев Пройдемся по городу, посмотрим кому сможем помочь, а там видно будет Хорошо, выдохнула пень и явно стараясь подавить беспокойство Но ты должен пообещать мне, что будешь осторожен Почему ты говоришь это так, будто это только меня касается? Поднял я бровь Потому что ты, мой парень и твоя безопасность, мой главный приоритет Серьезно сказала Паркер А ты, моя девушка и должна понимать, что несмотря на твою силу, я буду за тебя волноваться Я отвечал ей в тон, но, не удержавшись, добавил В конце концов, будет огромной потерей, если с этой милой задницей, что-то случится На комментарии о милой заднице, Пенни густо покраснела За прошедшие недели она стала куда увереннее со мной, но отсутствие опыта в отношениях давало о себе знать и ее все еще было довольно легко смутить Однако, в этот раз она взяла себя в руки довольно быстро Если ты хочешь когда-нибудь подержать эту задницу в руках, то тебе стоит думать о безопасности собственной Клянусь беречь свою задницу как зеницу ака Немного поясничая, я приложил руку к сердцу и склонил голову Но Паркер явно не была этим довольна, но серьезно, Пенни, вспомни кто затеял все это дело с подготовкой Хорошо, если для тебя важно услышать это вслух, то я обещаю, что буду осторожен, но ты должна пообещать мне то же самое, договорились Договорились, удовлетворенно кивнула девушка Теперь можно задницу потрогать Лицо Пенни приняло до нельзя забавное выражение Она словно не была уверена, стоит ли ей смутиться, рассмеяться, или рассердиться Можно Сегодня была пятница и до нашего супергеройского дебюта оставалось всего ничего Однако, школу никто не отменял Посещение занятий не доставляло никаких проблем, хоть и занимало приличное количество времени Жаловаться я не собирался, супергеройство меня не накормит Питер Паркер, обладая гениальным умом, всегда жил на грани бедности, что являлось достаточно ярким примером Нужно было соблюдать баланс между своей собственной жизнью и геройской деятельностью Мои оценки стремительно взлетели и, думаю, что многие связали это с моими отношениями с Пенни Сложно их в этом винить Парень стабильно клавший болт на учебу внезапно начинает встречаться с лучшей ученицей школы и становится практически отличником Выводы напрашивались сами собой, но нас это не беспокоило Пенни знала, что это не так, а мнение остальных было не важно Говоря откровенно, раньше про нее и по обидной вещи говорили Проблем с хулиганками, которых я изначально опасался, так и не последовало Не могу быть уверен в чем тут дело Может в том, что им хватило объяснения, что я встречаюсь с ней только ради помощи в учебе А может в том, что мы с Пенни практически не расставались во время пребывания в школе Не принято здесь драться при парнях К тому же они вполне могли опасаться, что я пожалуюсь учителям В этом мире для парней не зазорно я бедничать Впрочем, эти выводы оказались поспешными Я расслабился и неприятности не заставили себя ждать Я находился в школьной столовой и болтал с парой приятелей сыма Не могу сказать, что получал от этого хоть какое-то удовольствие Темы для разговора у местных парней были, мягко говоря, для меня неподходящими Мода, косметика, девушки Если с первыми двумя все было понятно, то поговорить о девушках я всегда был не прочь Однако, разговор тут был вовсе не о сиськах и задницах И даже не о том, что моя Джуди не отпускает меня выпить с парнями А о размере кошелька и прочих материальных благах Красота и личностные качества дам отходили на второй, если не на третий, план Пенни со мной не было После урока ее задержала учительница, чтобы обсудить какой-то проект И она сказала ее не ждать Моя паранойя по поводу хулиганок слегка паутихала за прошедшие недели И я не видел причин настаивать Напрасно, как оказалось Слух о том, что Пенелла Папаркер подралась с Флер Томпсон Появился словно из ниоткуда и довольно быстро облетел столовую Я такого пропустить мимо ушей никак не мог Слово, драка, меня немного удивило Пенни никогда не дралась и, откровенно говоря, не пыталась хоть как-то за себя постоять Да и Томпсон, какой бы она ни была, редко опускалась до прямого рукоприкладства Подставить подножку, испортить домашнюю работу Или засунуть что-то мерзкое в школьный шкафчик, это она может По большей части, ее просто слишком боялись, чтобы затевать с ней драку Самая сильная девушка в школе, да еще и с группой поддержки Мало у кого хватит духу бросить вызов такой силе, но смельчаки находились, хоть и редко Поэтому, услышав о драке, я побоялся, что Пенни банально устроили темную И тут же помчался ее искать, проклиная себя за то, что расслабился Мои опасения закончились вместе с поисками Я узнал, что Драчунов увели в кабинет директриса и сразу же отправился туда Как только я приблизился, дверь открылась и из нее показалась Томпсон Видок у нее был тот еще Под глазом уже отчетливо наливался фингл, да и в целом видок у нее был потрепанный Ей явно неплохо досталось Это меня немного успокоило, раз уж Пенни решила дать отпор, то толпа хулиганок ей точно не угроза Флер не обратила на меня внимания и, опустив голову, потопала дальше Даже интересно, что она сейчас чувствует Она считала себя хищником, а Пенни – добычей Что почувствует волк, если заяц, вместо того, чтобы убегать и прятаться, уложит его на лопатки Ну и по делам ей, заслужила Пенни из кабинета директора выходить не спешила Урок уже начался и в коридоре было довольно тихо, так что я мог подслушать, о чем они там говорят В принципе, ничего особенного Директор, на удивлении, не была зла Скорее, выражала разочарование тем, что такая хорошая и перспективная ученица опустилась до рукоприкладства Паркер отвечала банальными фразами принятыми в таких ситуациях, извинялась и обещала, что такого больше не повторится Вышла Пенни только спустя минут десять Я благоразумно отошел в сторону, чтобы меня не было видно из кабинета Прогуливать уроки стоя прямо у директорского кабинета и так неслыханная наглость, не хватало еще попасть-то на этом По-хорошему нам стоило бы отправиться на занятия, но ни у одного из нас явно не было на то настроение Пенни явно была удивлена, заметив меня, но благоразумно промолчала Чего интересно она ожидала Что узнав о драке, в которой участвовала моя девушка, я преспокойно пойду на следующий урок В любом случае, нам стоило поговорить Взяв ее за руку, я пошел искать тихий уголок Ну рассказывай, что там у вас случилось, сказал я, когда мы нашли место, где нас не побеспокоят Пенни посмотрела на меня со сложной смесью эмоций на лице, разобрать которую не представлялось возможным Что бы там ни произошло, ее это явно задело Она сказала мне держаться от тебя подальше Чего? Я аж опешил от такой наглости Конечно я и сам ожидал чего-то подобного, но все равно не мог не удивиться Банально непривычно, что девушки устраивают из-за меня разборки Да и зачем я Томпсон? Конечно с парнями здесь туго, но она девочка не из бедных, так что спрос на нее есть По-видимому, несколько ее подружек положили на тебя глаз и она решила помочь им устроить личную жизнь, выдохнула Паркер Ты отказалась и они начали драку Ну, не совсем, девушка неловко поерзала, словно решая стоит ли рассказывать все, они много чего наговорили, что я страшная и занудная, что ты встречаешься со мной только из-за оценок и что я, бедная, последние слова дались ей особенно нелегко Пенни, я же говорил тебе Я помню, что ты говорил, всплеснула руками Паркер, и я верю, что ты говорил искренне Но мне от этого не легче, понимаешь Как я могу чувствовать себя женщиной, если не могу сводить своего парня на нормальное свидание И твое понимание делает только хуже, если бы ты наорал на меня и назвал никчемной, то мне может было бы полегче, а ты ведешь себя как будто так и надо Я слушал и не перебивал, у нее явно накипело, так что стоило дать ей выговориться Конечно сложно было не заметить, что ей неловко из-за своей бедности, но я старался дать ей понять, что меня это не беспокоит и думал, что этого будет достаточно Очевидно, я ошибся Послушай, я подошел еще на шаг ближе, оказавшись к ней вплотную, и заставив ее смотреть мне в глаза Ты говоришь, что не можешь меня обеспечить, но покажи мне хоть кого-то из учеников этой школы, кто обеспечивает себя сам Мы все здесь живем за счет родителей и родных Если твои родные не богаты, это не позор У тебя гениальный ум и если ты правильно им распорядишься, то станешь очень-очень богатой и это будут твои деньги и ничьи больше Понимаешь? Меня полностью устраивают наши текущие отношения и, если тебя тоже, то никто не вправе сказать нам, что мы не можем быть вместе Уж точно не Томпсон и ее шайка Ты такой хороший, Пенни улыбнулась и обняла меня, кажется моя маленькая речь все же смогла поднять ей настроение Стараюсь, я ответил на объятие, и что было дальше А что дальше? Я стояла, слушала все это и просто сорвалась, девушка тяжело вздохнула, знаешь, я ведь могла бы давно поставить ее на место Даже до того, как получила силы Я знаю, что она хранит свой лак для волос в шкафчике, сделать какую-нибудь дрянь, чтобы у нее патлы повыпадали и подмешать туда, было бы плевым делом И еще куча других способов нагодить ей Но я всегда держалась, повторяла себе, что я выше этого и не опущусь до ее уровня Тетя Бенни всегда говорит, с большой силой приходит большая ответственность Я всегда старалась этому следовать, а сейчас? Ну вот, еще не хватало, чтобы она расстраивалась из-за того, что хулиганкам по щам надавала Вряд ли твоя тетя имела в виду, что ты должна сносить издевательства Она права в том, что сила накладывает ответственность, но это не значит, что надо позволять с собой так обращаться Говорю я, нежно заправляя ей прять волос за ухо, я рад, что ты постояла за себя Проблемы будут Нет, покачала головой Пенни, Томпсон, та еще година, но она не стукачка, так что дальше выговора в кабинете директора это не уйдет Это радует Как радует и то, что Паркер разрулила ситуацию сама Честно говоря, я с трудом представлял, как решить проблему с издевательствами, не ставя ее в неловкое положение Теперь они дважды подумают, прежде чем связываться с ней Томпсон наверняка рано или поздно попробует взять реванш, но к тому времени я надеюсь убедить Пенни, что постоять за себя, это не преступление Пойдем, я потянул девушку из закутка, в котором мы разговаривали Куда? Прогуляемся, возвращаться в класс нет никакого настроения, а один прогул нам плохо не сделает Ночной Нью-Йорк если и уступал дневному воживленности, то не сильно Множество улиц были освещены фонарями и электронными вывесками, толпы прохожих шли по своим делам, а пробки на дорогах и не думали рассасываться Иногда, когда я читал комиксы или смотрел фильмы про супергероев, мне казалось, что достаточно заглянуть в ближайшую темную подворотню, чтобы наткнуться на преступления Какая-то безумная статистика ежедневно совершаемых преступлений в Нью-Йорке, попавшаяся мне однажды в интернете, лишь подтвердила это впечатление Однако, наш супергеройский дебют проходил на удивление спокойно Конечно мы не выбирали самые опасные районы города для первого выхода Отправиться, к примеру, на адскую кухню было бы чистым самоубийством Нужно было набраться опыта перед тем, как заниматься по-настоящему опасными делами Перемещаться по крышам высоток, пусть и с помощью телепортации, было захватывающе Я хоть уже и делал это во время наших тестов и тренировок, но все еще не мог до конца привыкнуть Наверное каждый парень в детстве мечтал стать супергероем и вот мечта одного из них исполнилась Даже не знаю стоит ли этому радоваться, проблем предвидится целая куча Телепортация, отличная способность Говоря на чистоту, я хотел бы что-нибудь с большим атакующим и защитным потенциалом Но жаловаться не собираюсь, могло быть и хуже К тому же, это Марвел Здесь суперспособности порой на каждом углу раздают Главное успеть урвать парочку со скидкой Шутка конечно, но в ней есть доля правды Возможности будут, главное, не упустить их Помню в фильме, возвращение домой, стервятник и кособрали летающий костюм и кучу крутых примочек чуть ли не у себя в гараже Если удастся умыкнуть у Читаури что-то дельное и подогнать пенни, то наверняка мой маленький гений сможет скрафтить нечто потрясное Подружиться со Старк тоже может быть хорошей идеей, если поможет хотя бы материалами, это уже огромная помощь А то после всех наших приготовлений мои финансы уже показывают дно Костюм, бронежилет и шокеры влетели в копеечку Магия тоже могла быть неплохим вариантом, но я совершенно не знал как к ней подступиться и смогу ли я вообще колдовать Я не знал где находится Камар Тадж, а другие способы изучить магию мне были неизвестны Вроде бы некоторые члены руки могли колдовать, но это точно вариант не для меня Если я решил стать супергероем, это еще не значит, что я самоубийца Были еще различные сыворотки, облучение радиации и симбианты, но это уже вообще для самых отчаянных Шанс превратиться в кровожадное нечто слишком высок Вполне возможно, что обратиться к членам руки с просьбой обучить меня магии будет безопаснее Также не стоило исключать, что со временем у меня откроются какие-то другие способности, но это совсем маловероятно Если допустить, что я, мутант, то я ничего не помню о мутантах открывавших в себе дополнительные силы Хотя в мультфильме о Человеке-пауке была арка где его мутации продолжились и он начал превращаться в паукообразное чудовище, но этот пример скорее негативный Сам же мой телепорт был довольно хорош Я мог перемещаться в радиусе двух кварталов и брать с собой людей К сожалению, точное количество выяснить не удалось Ведь из помощников у меня была только пенни Единственным ограничением было то, что цель телепортации должна была находиться либо в моей прямой видимости, либо я должен был четко представлять куда перемещаюсь От потока мыслей меня отвлекли в сполохи пламени, замеченные вдалеке после очередного перехода Паучок, кажется на 57 улице пожар в жилом доме Я иду туда Я связался со своей напарницей по передатчику, который она же и сделала По словам Паркер, они были максимально простыми и их было довольно легко перехватить, но материалов собрать что-то получше у нас попросту не было Так что мы были максимально осторожны с ними и условились не обращаться друг к другу по именам Передатчики, веб-шутеры, шокеры и все это заслуга нашей юной героини Это нормально, что став основателем супергеройской команды, пусть и состоящей всего из двух человек, я чувствую себя в ней самым бесполезным Да, мы с Пенни решили разделиться, чтобы охватить большую территорию Все равно мы оба можем передвигаться по городу очень быстро и, в случае угрозы, можем быстро собраться, чтобы действовать вместе Поняла, буду как только смогу Будь осторожен, Ворониног Да, мое супергеройское имя оригинальностью не блистало, Рэйвин Как и костюм, впрочем Никогда не был слишком горд, чтобы не признать, что у меня проблемы с креативностью До места я добрался в считанные секунды Буквально пара перемещений и я уже стою на крыше напротив горящего здания Большинство жителей уже успело эвакуироваться, они стояли внизу и смотрели на то, что происходит с их домом Пожарные уже прибыли и развели бурную деятельность по спасению тех, кто еще не успел выбраться и тушению огня Пенни еще не было В одном из окон я заметил девушку, которую огонь запер в комнате С нее я и начал В один прыжок я оказался рядом с ней, а второй переместил нас прямо на асфальт, рядом с трудящимися пожарными Спасенная еще не успела осознать, что опасность миновала, а меня уже не было рядом Наверное я нашел свое призвание В эвакуации мне наверное не было равных Два прыжка и человек уже в безопасности Однако, не все спасения прошли так же легко как первые Банально не все жители так удобно располагались у окон, пришлось побегать по горящему зданию Конечно не все проходило гладко Возможность в любой момент выпрыгнуть и глотнуть свежего воздуха была очень кстати, но довольно быстро показали себя минусы железной маски Она нагрелась так, что мне казалось будто она плавится вместе с моим лицом Оставалось надеяться, что ожогов не будет С прибытием Пенни дела пошли куда легче Она сообщала мне по передатчику о найденных людях и я их выводил Правда, чтобы ее расслышать, приходилось телепортироваться на улицу В горящем здании огонь трещал так, что аж в ушах закладывало Оставалось только удивляться тому, насколько жители Нью-Йорка, в частности бригада пожарных, уже привыкли к суперам Два каких-то костюмированных персонажа взяли на себя работу пожарных, а им все равно Хотя дело может быть в том, что Дариному коню в зубы не смотрят Сейчас мы спасаем людей, а это, в данной ситуации, самое главное Пожарные тоже истуканами не стояли Они не дали огню распространиться на другие здания и довольно быстро начали подавлять очаг возгорания Последним из огня я вытащил огроменного детину, который едва осознав, что находится вне опасности Тут же кинулся в объятия каких-то четырех женщин, судя по всему его жен, и разрыдался Мда, я его конечно не винил В этом мире мужчинам не зазерно пускать слезу практически по любому поводу А мужик буквально на считанные миллиметры разминулся со смертью Когда я его нашел, пламя уже практически добралось до него И все же, картина того, как огромный пузанчик плачет в объятиях женщин, а те его утешают, была просто на редкость сюрреалистична Кстати, можно ли считать теорию о том, что я могу перемещать больше, чем одного человека подтвержденной? Этот габаритный обращик за троих может сойти Ты как, в порядке? Спросил я у Пенни Это я должна спрашивать, ты там дольше меня пробыл? Нахохлилась девушка Да что со мной будет? Небрежно отмахнулся я Мы оба были целы На костюмах тут и там появились подпалины, но ничего серьезного На нас, надо сказать, обратили внимание Снимали на телефоны и выкрикивали какие-то вопросы В основном, это были собравшиеся зеваки, у жителей сгоревшего дома были проблемы посерьезнее Честно говоря, я повел себя куда хладнокровней, чем ожидал Я больше боялся, когда вполне безопасно патрулировал город с помощью телепортов Все же не зная с чем именно предстоит столкнуться, гораздо легче напридумывать себе всякого Думаю, здесь как с пластырем Можно сколько угодно бояться его сдернуть, но когда делаешь это, то понимаешь, что страх просто того не стоил Прошу прощения, к нам подошла командир пожарной бригады Позвольте выразить вам благодарность от лица НУАФД, вы нам очень помогли Ой, не стоит, смутилась Пенни, отвечая на рукопожатие женщины Мы просто сделали, что смогли Как скромно, усмехнулась пожарная, я не слышала о вас раньше Вы новенькие герои Да, я, девушка-паук, а это, Рэйвин, представила нас Паркер Очень приятно, проявил вежливость я, в свою очередь пожимая женщине руку Вы, мужчина Удивленно воскликнула она Наверное, мне стоило бы обидеться, но таков уж этот мир Женщинам легче предположить, что я, плоскогрудая бедняга, которая не повезла с фигурой, чем то, что парень напялил костюм и побежал спасать людей Восклицание пожарной было довольно громким и новость о том, что один из героев парень, облетела нестройные ряды зевок, стоящих за пожарным ограждением, с рекордной скоростью Видимо, некоторые из них прислушивались к нашему разговору, стояли мы не очень далеко По толпе прокатился удивленный шипот, вспышки камер телефонов стали еще чаще, а вопросы стали выкрикиваться еще громче Простите, повинилась женщина, увидев какой переполох устроили ее слова Пустяки, отмахнулся я, все равно, рано или поздно узнали бы Но нам, пожалуй, пора С этими словами я переместился на ближайшую крышу и вскоре ко мне присоединилась пенни Все прошло не совсем так, как планировалось Не думал, что вместо битвы с бандитами, мне придется работать спасателем Но люди спасены, начало нашей карьеры положено Чего еще желать? А что касается планов, думаю, стоит привыкать, что в этом роде деятельности далеко не всегда все идет по плану Субтитры создавал DimaTorzok